всем привет ну вот и прилетела неделя на прошлой неделе выпустил первое видео о моих планах на неделю решила я попробовать такой формат всем спасибо что кто откликнулся и оставил комментарий по тем видео ну и судя по всем комментариям вам эта идея тоже понравилась так что буду продолжать вот и сегодняшнем видео покажу как я справилась со своими заданиями на прошлой неделе и конечно же расскажу что у меня в планах на предстоящую неделю вот первая картинка была это у меня в планах это иллюстрация из новой раскраски кербера занеса мира морфозы выбрал я вот такой вот разворотик и тогда я его закончила хотя заняло дольше чем я рассчитывала потому что не смогла я чисто акварельными карандашами раскрашивать все таки вот мне больше по душе такой вот более гладкий гладкий результат они акварельные хотя я здесь использовала так варильные карандаши как подложку и для цветов для китов и для вот этих растений и даже для фона ну для фона я использовала артеза браш пен один слой я наложила а затем уже карандашами акварельные карандаши я использовала вот такие вот штетлер луна мне очень нравится они не самые дорогие довольно бюджетные вот 48 цветов и они мне очень нравятся яркие такие цвета хорошо ложатся вот и по сравнению с тем же штетлер но рисклап акварельными за ту же цену там вы можете купить 36 цветов и за такую же цену вот эти 48 а по сути они совершенно не отличаются я вот проводила сравнительный анализ так сказать в общем рекомендую такие карандашики если кто-то не может себе манделозы позволить если конечно есть продаж так я даже не знаю вот такая иллюстрация у меня получилось чего здесь только нет и вот эти акварельные карандаши и затем и призмы поверх я накладывал и фабрика остыл полихромосы и более бюджетные какие-то карандаши как когда мне нужен был какой-то не знаю цвет белые гелевые ручки потом я избавилась от черных линий вот на цветах и на китах растениях уже не стало потому что внутрь на это все очень много да и на стрекозах и уже как я делала прошлом месяце в раскраске ведьмак поверх этой гелевой ручки я использовал опять же вот акварельные карандаши очень хорошо мне так нравится вот посмотрите даже сблизи покажу как они хорошо ложатся да вот акварельный карандаш по белой гелевой ручки он не сдирает ее и поэтому результат более такой аккуратный получается чем если просто карандашом пытаться закрасить эту белую белые чернила главное подобрать подходящий цвет вот если вы простым карандашом раскрашивали и можно подобрать похоже цветок аварийный и вот будет идеально смотреться будет стрекоза тоже хорошо так выглядит iphone тоже замучилась на два дня у меня занял ну представьте карандашом все это ну ничего также со мной участвовала раскрашивая эту картинку совместном раскрашивании участвовала маша с канала мэри колоринг сейчас вы можете увидеть ее иллюстрацию и у нее на канале даже видео вышло о процессе раскрашивания я тоже сюда вот посмотрела всегда интересно как вот разные люди разные колористы по разному раскрашивают вот у каждого какая-то своя техника какие-то приемчики вот я посмотрела и думаю отличается моего я я по-другому немного раскрашиваю ну и конечно же как мы видим совершенно другие цвета у нас если кто-то друг тоже начал раскрашивать эту иллюстрацию но не успел закончить на этой неделе можете прислать мне до конца месяца и я покажу вашу работу в видео о раскрашенном за месяц а вторая работа у меня в планах была из раскраски мир цветов джоанны бэсфорд здесь у меня до сих пор была раскрашена всего одна иллюстрация поэтому ты решила я еще одну раскрасить и эта работа была челленджу от сами колоринчат вот сами я выполняла первое задание это значит раскрасить картинку и использую украсить ее чем-то приклеивающимся декоративным скотчем стикерами еще чем будут ну я вот такую выбрала картинку если кто не видел не помнит здесь вот был только вот этот вот окружность цветочками и больше ничего такая вот грустная унылая картинка ничего здесь не было в принципе ну и вот так она у меня получилось в итоге я использовала стикеры вот эти вот все цветы и вот этот центре я здесь дорисовала вот такие же веточки как у нее и при раскрашивании вот здесь вот я потом обвела белой гелевой ручкой чтобы и на этих цветах создать иллюзию что это тоже стикеры здесь у меня фломастеры и потом чуть 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 доработка карандашами а фон решила сделать все-таки сухой пастелью и как-то на удивление здесь хорошо она пошла вот выглядит мне нравится как довольно ярко получилось вот и довольно равномерно она так легла и в итоге получилось у меня такого цветочная мандала удовольная принципе как получилось и было интересно что-то придумать на эту такую скучную картинку и также со мной опять же вместе участвовали в этом челлендже опять же маша с канала мэри колоринг сейчас вы можете увидеть ее работу совершенно не похожа на мою что это всегда делает интересным совместное раскрашивание посмотреть как другие колористы увидели эту картинку и также приняла участие ирина ирина фаренюк и вот у нее такая получилась картинка тоже она использовала стикеры и вот видно фон акварелью и тоже совсем другая картинка отличающаяся от предыдущих двух девочки спасибо вам большое за участие было очень приятно с вами пораскрашивать следующая картинка у меня в планах это она у меня уже была начата это раскраска общества исследователей единорогов вообще кого интерес еще такая раскраска ни у кого не видела больше на каналах было бы интересно отзовитесь если у кого есть вот и была вот эта работа основу была все раскрашено фломастером алкогольными маркерами вернее если бы точно вот как они тут все протекло кроме фона было ну и вот закончила эту картинку доработала карандашами будет больше тени добавила и сделала фон тоже это маркер такой пастельный цвет ведь совсем такой бледненький зелененький вот нравится мне как получилось ярко красиво так вот простая иллюстрация но выглядит эффектно вот так вот хочу еще одну иллюстрацию раскрасить но может быть на следующей неделе пока отложу вот и была еще одна картинка у меня как бы в планах но знаете так если успеем это раскраска принцесса ну сразу скажу я ее закончить не успела вот в таком она у меня состоянии сейчас наполовину скажем так сделано да тут работающий принципе полно и вот фон тут волосы лицо здесь надо что-то сделать плюс еще вот эти тени добавить карандашами я думаю закончили ее под может быть сегодня завтра и потом покажу уже в итоге за следующую неделю ну вообще-то я довольна принципе я справилась со своими планами вот ну давайте расскажу что у меня на следующую неделю в планах что же я все-таки решила опять у меня в планах кирбера за носом думаю раз уж пока меня тянет раскрашивается в этой книге почему же отказывается и выбирать что-то другое ну почему-то вот опять мне потянуло на разворот не ищу легких паутей да вот это почему так захотелось раскрасить вот этих космических птеродактилей вот прям вот я уже увидела тоже опять же как я хочу раскрасить ну не знаю займет опять у времени ну вот такой вот себе челлендж я устраиваю опять же если кто-то хочет присоединиться давайте устроим совместно раскрашивание присоединяйтесь и присылайте мне вот до воскресенья если успеете буду рада еще я не совсем в курсе чем я собираюсь раскрашивать посмотрю так следующее это меня в планах это следующий челлендж от сами задание второе задание это простое довольно раскрасить картинку просто чисто цветами без использования теней поэтому я постаралась выбрать такой иллюстрации который в принципе и тени они как бы и не нужны ну и нашла я такую это раскраска раскрас мир и здесь есть такая иллюстрация вот такая вот вроде бы выглядит как геометрические узоры просто до петер на на самом деле это африканский текстиль так называемый кенте народности кита они у них очень красочные такие красивые плюс этот текстиль и что принципе он и не потребует мне никаких теней вот это вот поэтому вот такая мне будет работать ну лук и одну за пару вечеров я управлюсь просто сиди раскрашивая все эти паттерны ну и третью все таки опять же если я успею потому что не знаю сколько кирби меня времени отнимет это новая раскраска феи 3 от кристин кэрон и вот тоже как-то вот эта иллюстрация на меня как-то вот посмотрела и как-то запросилась чтобы ее раскрасили вот прям тоже вот я уже знаю как я захотела ее раскрасить в принципе здесь немного так работая вот ну по крайней мере я начну если до конца не успею но все равно вот она у меня в планах на предстоящую неделю ну вот такие вот у меня планы надеюсь осуществимые на сегодня все желаю вам не впадать в уныние в связи с этой вот стрессовой ситуацией в мире с этим коронавирусом не поддавайтесь не давайте всему этому повлиять на ваше настроение оставайтесь позитивными и до следующего раза пока до вечера до вечера до встречи до вечера Продолжение следует...